Первый подход был выработан еще советской историографией. Россия находилась в тяжелейшем кризисе, Россия находилась в состоянии неминуемой катастрофы, и, в общем-то, этот подход основывается на статистических данных, с одной стороны, с другой стороны, на том, что накануне войны действительно существовало множество неразрешенных социально-экономических проблем, политических проблем, я бы даже сказал, нравственных проблем, которые потом в ходе войны обострились. Это подход, который базируется исключительно на негативной трактовке всего того, что было в России накануне Первой мировой войны. Подход известный из советских школьных учебников. Подход второй. Накануне Первой мировой войны Россия находилась на пике своего могущества. 1913 год – это год, когда экономические результаты были велики, и, в общем-то, страна находилась на пути к подъему. Вот это все было прервано Первой мировой войной. Мне кажется, в данной ситуации все-таки оба этих подхода, и подход, когда Россия рассматривается как страна, где неминуемо должна произойти революция, и подход, когда Россия рассматривается исключительно как страна, которая находилась на пике могущества в 2013 году, если бы не война, а потом не революция, то впереди бы ее ждало блестящее будущее. Мне кажется, вот этот подход, он тоже не совсем правильный. То есть, с одной стороны, есть некая идеализация, от России, которую мы потеряли, да, эта фраза классическая, с другой стороны, есть, наоборот, сугубо негативный подход, когда все, что было в царской России, рассматривается только через черные очки. То есть, как в любой стране европейской, мы не будем говорить сейчас про Азию, про Америку, в России в 2013 году существовали и проблемы, которых вполне хватало в экономике, в политике, в состоянии общества, существовали и победы, которые страна одерживала на вот этом пути модернизационного развития. В России шла модернизация. Модернизация не может сопровождаться только победами или только бесконечным перечнем поражений. Страна находилась в состоянии модернизации, которая началась еще в XIX веке. И, конечно, здесь были проблемы, здесь были и сложности, но вместе с тем были и определенные успехи. К тому же, нужно учитывать, что страна пережила в начале XX века очень трагические страницы своей истории. Эти страницы, они были перелистнуты, но они все равно остались в памяти людей, они сказались на внутреннем состоянии людей. Это война с Японией, и это первая революция V-VII-VII годов. Если мы почитаем воспоминания о революции V-VII-VII годов, мы увидим, что это во многом прообраз событий XVII года. И гражданское противостояние, доходившее до вооруженных столкновений, до боевых действий, по сути, V-VII-VII года, оно во многом предсказало вот эти дальнейшие столкновения, которые происходят и в XVII году, а потом и в ходе гражданской войны. То есть не случайно же революцию V-VII-VII годов иногда называли генеральной репетицией октября. В какой-то степени это действительно правда. И поэтому здесь нельзя говорить о том, что страна находилась в состоянии стабильности, покоя в том, что все было благополучно, и так далее, и так далее. Вот я в данной ситуации не склонен к подобной идеализации. Действительно проблем хватало. Но что было сделано? Все-таки удалось во многом благодаря столыпинским реформам затормозить вот это сползание в пропасть. В данной ситуации были проведены, хорошо или плохо ли это вопрос другой, аграрная реформа. Проводилась рабочая реформа. И у Столыпина действительно была целая программа изменений. То есть это не просто были какие-то ситуативные ответы на вызовы времени. Вот возникла проблема, мы ее решаем. Не возникло, мы ее откладываем в дальний ящик. Нет. Петр Акадьевич был человек системно мыслящий. Другое дело, что после убийства Столыпина в 2011 году, а политически он еще ранее стал неугоден определенным политическим кругам, подобных фигур уже не было у власти. И посмотрите, с какими министрами страна приходит к 2013 году, с какими министрами, с какими, выражаясь современным языком, управленцами страна приходит к 2017 году. Это, к сожалению, люди зачастую не соответствующие тем масштабам, которые требовало время. И поэтому в какой-то степени они оказались в ходе войны не на высоте положения. Кто оказывается в ходе войны более адаптирован к этой ситуации, когда нужно постоянно отвечать на военные, экономические вызовы, политические вызовы и так далее. Вот здесь мы видим, что в большей степени, хотя тоже, конечно, они не идеальны, оказываются к этим событиям адаптированы военные. И не случайный период Первой мировой войны. Это период, когда на первое место выходят генералы, и выходит военная элита, которая задает определенный тон уже. У нас не было единства не только между властью и народом, не было единства в самой политической элите. И в данной ситуации мы действительно не видим, чтобы в ходе войны удалось сплотить власть и народ, и сплотить властную элиту, сплотить различные политические силы. Вот в этой ситуации, конечно же, это все в итоге разрывает государственную ткань на лоскуты, ломает эту систему. И, конечно же, здесь проще всего найти какой-нибудь однозначный ответ. Зачастую мы с этим сталкиваемся каждый день в политических дебатах, в публицистике, когда пытаются найти какого-то человека того времени, будь это Николай II, будь это кто-нибудь из его министров, или из оппозиции, показать на этого человека пальцем и сказать, вот он виноват во всем. Это слишком просто было бы найти одного виновного и сказать, вот во всем виноват этот конкретный человек. К сожалению, это действительно комплекс причин. И, в первую очередь, это мировая война. Конечно же, мировая война, она подтолкнула дестабилизацию общества, она подтолкнула экономический, политический кризис, она подтолкнула и психологический кризис. Потому что люди, погруженные в реальность Первой мировой войны, тогда они не знали, что она первая, и что вторая будет. Так вот люди, которые были в реальности этой войны брошены, они очень сильно менялись психологически. Вы знаете, мало кто об этом раньше писал, но вот сейчас, после того, как столетие начала войны прошло и появилось много книг, наконец-то стали задумываться, а как вообще на людей влияла война машин, техническая война. И вот, когда эти работы стали поднимать из библиотек, из архивов, стало ясно, что люди были шокированы этими событиями вплоть до умопомрачения. То есть от боевых действий люди реально сходили с ума. Существовали даже специальные термины, снарядный шок, когда люди от постоянных артообстрелов, от постоянных боев действительно мутились рассудком, у них мутился рассудок, они становились сумасшедшими. И вот это тоже нужно учитывать. Страна входит вот в эту новую эпоху, в модернизацию через мировую войну. Люди традиционного общества, они были шокированы всем тем, что они видели на войне, начиная от того, что огромное количество погибших оставалось просто-напросто непохороненными. Это на традиционное сознание влияло, когда трупы лежали непохоронены по-христиански, когда хоронили огромное количество людей в братских могилах, совершенно без церковных обрядов, когда достаточно спокойно относились к мародерству. С другой стороны, люди, и это тоже очень важно, из традиционного мира понимания были брошены в эту новую реальность, не осознав, а почему они должны жертвовать собой, почему они должны воевать в полной мере. То есть простыми словами объяснить причины войны, необходимость войны, необходимость этих жертв не удается. И далеко не всегда тот же самый вчерашний мужик, который, как солдат, сидел в окопе, жертвовал собой и убивал, соответственно, противника, понимал, а ради чего он это делает. Вот это тоже, мне кажется, очень важно. Если как-то это и объяснялось, то зачастую это объяснялось достаточно грубо, прямолинейно, на уровне лупка, на уровне какой-нибудь такой примитивной агитации. Вот, дескать, немцы, они злые, они варвары, они безбожники, они на Сербию напали. И сразу возникал вопрос, где находится Сербия, почему мы ради Сербии должны воевать с немцами. И мне кажется, вот этот момент, конечно, нужно учитывать. Война, она очень сильно приблизила кризис, она приблизила революцию, она приблизила все те события, которые потом произошли стремительно в 1917 году. И вот здесь, когда мы говорим о причинах 1917 года, надо, конечно, вспомнить 1914 год. Дело в том, что, если мы говорим о пропаганде, то нужно, опять-таки, обратиться к 5-7 году. Потому что пропаганда, она тоже появилась не в Первую мировую войну, она еще раньше появилась, и мы 19 век можем вспомнить. Но в 19 век мы, наверное, не будем с вами заходить. А вот если обратиться к событиям Первой революции, если обратиться к событиям Первой революции, мы увидим огромное количество пропагандистских агитационных изданий. Журналы, всевозможные летучие листки, брошюры, газеты. Колоссальное количество сатирических изданий, используя ослабление цензуры, стало выходить в 5-м году. И они разлетались моментально. Они были востребованы, эти сатирические издания. Если мы посмотрим эти издания, то мы увидим, что там пропагандировалась неотвратимость крушения самодержавия. Там пропагандировалась неотвратимость вот этого столкновения между властью и революционно настроенным обществом. Это я сейчас затронул только сатирические издания, которые выходили в Россию. И, кстати, там не последние художники участвовали, если говорить об этих изданиях. Там можно Билибина, например, того же назвать и других. А если мы обратимся к сатирическим изданиям, которые выходили за границей, то там буквально в тот же период, в период Первой революции, в американских, например, журналах, изображали Николая II и рядом изображали гильотину. Изображали Николая II и изображали рядом с ним Людовика с отрубленной головой, который показывал монарху на эту самую отрубленную голову. То есть, по сути, в сатирических изданиях уже намекали на неотвратимый конец самодержавия. И создавался вот этот негативный визуальный образ. Причем, что интересно, образ одновременно царя жестокого, отсюда и вот этот знаменитый эпитет, Николай Кровавый, и царя слабого. А потом это все было так или иначе дополнено антираспутинской кампанией. В данной ситуации не было бы Распутина, нашли бы кого-нибудь еще. И опять же, вот это формирование образа царя жестокого, царя слабого одновременно еще было дополнено и образом царя, которому изменяет жена, царя, который не может разобраться в собственной личной семейной жизни. И, конечно же, это тоже все сказывалось. Создавался вот некий такой образ слабого правителя. Сейчас бы это назвали черным пиаром. С одной стороны, это делали потому, что, извините, над властью смеялись издавна. Рисовали всевозможные рисунки, зачастую неприличные, придумывали всяческие прозвища, сочиняли какие-то там песенки и так далее, и так далее. И с этим, в общем-то, поделать ничего нельзя. Извините, на Петра I тоже в свое время очень много было его критиками. Вылет всевозможной грязи, вспоминать там Петра, подменили, и он там немец, и царь антихрист, и так далее, и так далее. То есть, это начинается не с Николая II, ним, естественно, и закончится. Поэтому это понятно. С другой стороны, здесь, конечно же, активно действовали оппозиционные политические силы. То есть, это не просто вот такие вот частушки, песенки, шутки, непристойные какие-то высказывания, которые можно было услышать в кабаках, где мужики тоже иногда могли достаточно вольно выражать свои мысли, развязав язык. Правда, это им не прощалось, но вопрос не в том, что им это не прощалось, а в том, что это не имело политической подоплеки. То есть, когда какой-нибудь пьяный мужик, напившись в кабаке, начинал грозить портрету царя кулаком, или там высказывать какие-то непристойные фразы, это был один уровень. Это просто-напросто оскорбление, да, оскорбление царя, оскорбление власти, но это можно, в принципе, объяснить какими-то бытовыми мотивами. Кстати, то же самое мы потом увидим и в советскую эпоху, когда очень часто оскорбляли, ну, или в подпитии, или в состоянии какого-то отчаяния, или там из хулиганства, даже, например. Это один уровень. Другой уровень – это политическая борьба. Это политическая борьба, когда формируется заведомо негативный образ власти. И здесь, конечно, действовала и оппозиция, здесь действовали и революционеры, и, в принципе, здесь мы очень часто увидим прямые призывы к расправе. Это можно увидеть не только в виде визуальных образов, какие-нибудь картинки, карикатуры, это можно увидеть и в песнях. Посмотрите, революционные песни и конец 19 века, и начало 20 века очень четко нам здесь показывают вот эту вот жажду мести, жажду расправы. То есть расправа, она воспринимается как некое воплощение справедливости. За что расправа? За все. За все, за все, что накопилось. То есть в данной ситуации носитель власти, он с одной стороны в период побед и в период успеха становился символом величия страны, а в момент поражения, которых тоже хватало и до Первой мировой войны, и во время Первой мировой войны, он становился символом неуспеха. В данной ситуации нужно все-таки говорить не столько о том, что какие-то конкуренты, враги, ненавистники взяли и заслали Ленина. Это, конечно, нет. Это было бы тоже упрощенным взглядом из области конспирологической теории, что приехал Ленин в этом вагоне и все пошло плохо. В данной ситуации что любопытно, обратите внимание, накануне февральских событий даже сам Ленин, который находился за границей, находился он в Швейцарии, в Тюрихе, не предполагал, что в ближайшее время произойдет крушение монархии. Это, в общем-то, общеизвестный факт. Владимир Ильич, он действительно, находясь за границей, не думал, что в России вот так вот моментально, как Розанов писал, в три дня слиняет вся эта власть и эта монархия. И опять-таки, любопытно, что когда это произошло, когда до иммигрантов доходит информация о том, что в России такие-то события произошли, то иммигранты поначалу находились в шоке. Тот же Ленин, Крупская, их товарищи, их единомышленники, они сначала просто радовались этому. Уже потом они начинают строить планы, как попасть в Россию, тут самые фантастические идеи появляются, давайте там найдем аэроплан, сядем, перелетим, но нет таких аэропланов, чтобы летали, если бы летали, это бы, наверное, плохо кончилось, если бы и было что-то такое, что могло бы долететь, не долетело бы. Дальше там идеи появляются фантастические, давайте там найдем паспорт от какого-нибудь шведа, давайте прикинемся, глухонемым, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, идея была понятная, нужно было иммигрантам попасть в Россию, потому что они находятся в Швейцарии, а революция произошла в Петрограде. Если они в ближайшее время в Петроград не попадут, то они упустят время. Они упустят время, а время здесь очень важно. И поэтому в данной ситуации то, что помогла Германия, это, в принципе, было, скажем так, взаимовыгодно и немцам, и политическим иммигрантам. И, кстати, большевики, они не скрывали, каким образом они, собственно, попали в Россию. Другое дело, что если бы какая-то другая страна помогла им попасть в Россию из-за миграции, они бы, конечно, воспользовались помощью этой страны. Но вы же понимаете, что ни Англия, ни другие союзники России совершенно не хотели, чтобы большевики попали бы в Петроград. Поэтому это просто некое стечение обстоятельств. Я не считаю, что нужно здесь какие-то конспирологические теории выстраивать. По-моему, это не очень было бы правильно. Здесь очень любопытно посмотреть, что же происходило чуть раньше, в январе месяце и в начале февраля до того, непосредственно, как этот взрыв революционный произошел на улице к столице. И если мы с вами почитаем, что сообщало охранное отделение, достаточно осведомленное в ситуации, то мы увидим, что оно сообщало о растущем недовольстве. О растущем недовольстве, которое было вызвано отсутствием продовольствия. Отсутствие продовольствия порождало очереди. Тогда их называли хвостами. Вот если мы возьмем журнал «Искр» за 2017 год, то мы увидим, что в этом журнале помещена целая подборка фотографии. Хвосты за хлебом, хвосты за продуктами, хвосты за керосином, хвосты за какими-то вещами. И это действительно огромные очереди, которые стоят, кстати, не забывайте, это достаточно холодное время, в общем-то, стоят на холоде, и несмотря на то, что люди стоят в них долго и стоят мерзнут, это не гарантия того, что они уйдут с покупками. И таким образом вот эта ситуация, она действительно постепенно накалялась в столице. И охранное отделение доносило, что если население не устраивает голодные бунты сейчас, то это не значит, что оно их не устроит в самое ближайшее время. Потому что люди, которые стояли в очередях, они начинали ругать власть, они начинали ругать правительство. Все это создавало вот такой вот общий фон, психологический фон, эмоциональный фон. И опять-таки не забывайте, что это Петроград. Это не какой-нибудь город, затерянный в провинции, где вполне, кстати, тоже проблем хватало. Это столица, где люди привыкли немножко по-другому себя ощущать. И вдруг в столице очереди. Очереди за тем, чтобы сейчас назвали продуктами первой необходимости. Конечно, это очень сильно накаляет обстановку. Вместе с тем в Москве тоже обстановка далеко не лучшая. И мы здесь забываем еще об одном. В тот период были люди, которые действительно боролись, которые находились на фронте, которые в тылу действовали во имя победы. А были те, кто занимался спекуляцией, кто занимался перепродажами, кто занимался, в общем-то, вот таким достаточно мерзким делом, как перекупщики. Были перекупщики, сейчас немножко сбиваюсь, потом это вырежете. Были перекупщики, которые наживались на войне. Были торговцы, которые наживались на войне. Были люди, которые наживались на отсутствие хлеба. И в какой-то степени дефицит он создавался искусственно. То есть, да, очереди были, хвосты вот эти были, но вместе с тем кому-то это было и выгодно. И речь, кстати, идет не о революционерах, а речь идет о тех, кто делал на этом деньги. Не забывайте, что тот же самый хлеб тоже, в общем-то, был продуктом первой необходимости. И поэтому на этом можно было сделать определенные барыши. И здесь мы выходим еще на одну тему. Тему, я бы даже сказал, незрелости определенного общества. Потому что, если в годы мировой войны мы видим, когда одни сидят на фронте, а другие носят золотые театральные сумочки, то здесь нельзя говорить о том, что общество едино. Про золотые театральные сумочки я уже упоминал несколько раз. Это не эфемизм. Одна из таких сумочек была представлена в историческом музее на выставке. То есть, в какой-то степени можно понять недовольство людей, чьи родственники, чьи мужья, чьи отцы находятся на фронте или находятся на заводах. А в этот момент эти жены, эти дочери стоят в этих самых хвостах, стоят в очередях, мерзнут, и могут разрядиться, только ругая власть царя, ругая, в общем-то, всех на свете. И это создает вот такую определенную нервозную ситуацию в столице. Это один момент. Здесь моментов таких много, мы их можем долго с вами, наверное, перечислять, и все равно всех не назовем. Далее, солдаты запасных полков. Не забывайте, те же самые запасные полки, они тоже сыграли определенную роль катализаторов. Здесь можно вспомнить знаменитых волынцев, которых возглавил, кирпичников, и которые приняли участие вот в этих революционных событиях. Волынский полк, выступление этого полка, соответственно, убийство офицеров, до сих пор не до конца понятно, кто их именно убил, но так или иначе, это стало неким спусковым механизмом для того, чтобы Волынский полк активно участвовал в революции. Далее, ненависть к полиции. То есть полиция, по мере сил, пытается беспорядки пресечь, соответственно, начинаются столкновения с полицией, начинается отпор полицейским. Это тоже все подогревает эту атмосферу. Далее, еще один момент, он может показаться сейчас неважным, даже может показаться несущественным. Пытались, установив в Петрограде определенный режим, все-таки отсечь рабочих от центральных районов города. Сами понимаете, рабочие, не в центре, что они работали, рабочие, они жили, работали на окраинах. Даже сейчас в Петербурге, в Ленинграде, бывшем, если поехать, посмотреть, то видно, что все эти заводы это окраины города. Соответственно, митинговать все шли в центр. Понятно, митинговать идут туда, где центр, туда, где, соответственно, символы власти. И, пытаясь не допустить рабочих в центрах города, разводили мосты, а там, где было можно, ставили охрану, чтобы рабочие не могли толпами проходить центр. И вот, читаешь воспоминания современника, он пишет о том, что, несмотря на то, что была выставлена охрана, рабочие спускались по ступеням и по льду переходили в центральную часть города. Возникает вопрос, а что делать дальше? То есть, Петроград, он постепенно начинал напоминать бурлящий котел. Забастовки, стачки, растущее недовольство, ненависть к власти, бурление некое. И все это происходит на фоне отъезда императора из Петрограда в Ставку. Здесь тоже нужно учитывать, что это еще и попало на определенные символические дни. То есть, 23 февраля отмечают там День работниц и так далее, и так далее. И, соответственно, все это дополнительно подталкивает вот это движение. А когда император уехал в Ставку, то в Петрограде по сути не стало человека, который был носителем власти, который был символом власти. Но это тоже придало дополнительный стимул для развития всех этих движений. И вот еще один момент. Обратите внимание, здесь я, может быть, немножко исторические аналогии использую. Обратите внимание, а часто ли Сталин отбывал из Москвы после начала Великой Отечественной войны? Не случайно знамениты эти события 41-го года, трагические события осени 41-го, октябрьские события, Сталин остается в Москве. Я понимаю, почему Николай II считал, что он должен находиться в Ставке, почему он считал, что он должен много ездить, и точно так же понимаю, почему Сталин считал, что он должен находиться в Москве. И у того, и у другого здесь была определенная логика в действиях. Но Николай II, когда он эту свою логику использовал и опять-таки воплощал в жизнь, что он должен находиться в Ставке, должен ездить по заводам, должен пребывать, ну если не на фронте, конечно же, то достаточно близко к фронту, посещать крепости, устраивать смотры и так далее, и так далее. Вот эта логика понятна. Но он в данной ситуации отрывал себя от столицы, где отнюдь не все было спокойно. Николай уехал, начинаются волнения, усиливаются все эти забастовки, стачки и так далее, и так далее. Вы знаете, здесь тоже очень любопытно, ну во-первых, нужно вспомнить переписку с императрицей, она опубликована, здесь общеизвестные вот эти вот фразы есть, где Николай II, вернее сейчас, не Николай II, где императрица как раз писала императору о том, что были беспорядки, называла очаги этих беспорядков, писала о том, что бедняки брали приступом булочные, брали приступом вот эти вот магазины и писала ему, что все жаждут, умоляют тебя проявить твердость. Опять-таки, вот смотрите, императрица сообщает монарху о том, что происходят беспорядки. Понятно, что одно дело, когда это сообщают официальные представители власти, другое дело все-таки сообщает императрица, которая в какой-то степени для него действительно в тот период была его глазами, что называется, хотел сказать, ох, государь, не очень удачно звучит, но в общем, была человеком, которому он доверял. Она ему об этом пишет, что вот были беспорядки, брали приступом соответственно магазины, что должен сделать император, когда ему об этом сообщают. Все бросить поехать в Петроград или соответственно отдать распоряжение генералу Хабалову, что и было сделано, чтобы генерал Хабалов по плану все эти волнения, все эти беспорядки прекратил, подавил, ликвидировал. И далее, опять-таки, что мы видим на примере генерала Хабалова, человека, который, в общем-то, отвечал за подавление этих выступлений, если они вдруг начнутся. Выступления начались, у Хабалова по воспоминанию современников, не одного человека, а нескольких современников, начинает трястись челюсть. Это тоже факт, который приводится не в одних воспоминаниях, и можно сравнить несколько воспоминаний. Все эти воспоминания, судясь, тут Хабалов, оказался не на высоте. То есть, человек, который должен был в случае начала волнения предпринимать какие-то решительные действия, вместо этого впадает в мандраж. Далее, что мы видим? Мы видим, что, в общем-то, в какой-то степени Николай II в данной ситуации тоже не совсем верно оценил положение, и все эти выступления списал за счет Государственной Думы. Не случайно были прерваны заседания Государственной Думы, но когда это было сделано императором, он не находился в Петрограде. То есть, прерывая заседания Государственной Думы, он не мог лично проследить за тем, как это будет осуществляться. Ну, а когда депутаты Думы узнали, что их заседания прерваны, и тут начинается вот эта знаменитая переписка между Николаем II и Родзянко. Родзянко пишет о том, что происходит, в общем-то, достаточно эмоциональные вот эти вот его сообщения, и он, по сути, пишет уже о гражданской войне даже начавшейся, и о чем же он просит? О том, чтобы вот это вот распоряжение о прекращении созыва Государственной Думы, о распуске Думы было отменено. Это сделано не было. То есть в данной ситуации мы видим Дума, она вольно или невольно становится центром вот этого притяжения оппозиционных сил. Куда пошли толпы революционно настроенные? Они же не просто так вот по Петрограду туда-сюда ходили. Им нужен был какой-то центр притяжения. Вот если почитать воспоминания современников, здесь можно там и Гиппиус вспомнить, и менее известных очевидцев этих событий. Так вот, эти очевидцы фиксируют толп и пошли в итоге к Государственной Думе. Как же так получилось? Были монархические союзы, где были не сотни, не тысячи, десятки тысяч человек. Сотни тысяч человек были. То есть огромное совершенно количество. Но потом, когда начался весь этот революционный бунт, началась революция, то все эти монархисты исчезли, как снег под лучами солнца. Были чиновники, которые тоже, в общем-то, всегда клялись в верности монархе, монарху, власти. Тоже они куда-то все делись. И так получилось, что отыгрывались в 17-м году в Петрограде на ком. Толпа отыгрывалась на тех, кто попадался ей под руку. Полицейские, военные, если вдруг они вместо того, чтобы надеть красный бант, пытались революции помешать. То здесь возникает ситуация, когда вот эта иллюзия о том, что есть мощнейшие монархические организации, партии, союзы, готовые по первому зову встать и поддержать царя, эта иллюзия моментально рассеялась. В первую революцию монархисты поддержали императора. Еще до того, как были все эти союзы созданы, иногда поддержали кулаками, иногда поддержали в общем-то и митингами, и демонстрациями. Что мы видим в Петрограде? Мы видим огромное количество антимонархических митингов, но здесь нет альтернативного митинга, где пошли бы, например, с портретами царя, с какими-то хоругвиями, с монархическими лозунгами. Почему? Испугались. Во-первых, испугались, потому что выйдешь с монархическим лозунгом «Побьют, убьют, искалечат». Во-вторых, здесь нужно отметить, что к 17-му году монархические организации, они уже находились в состоянии упадка. Они находились в состоянии упадка в силу многих причин. Не последнюю роль здесь сыграла и Первая мировая война, конечно же. Многие отправились на фронт, многие отошли от политики, многие просто погибли, кстати, в ходе боевых действий. Ну а что касается лидеров монархических, обратите внимание, казалось бы, ну супер-ультрамонархист Пуришкевич. Такой вот, как бы так сказать, стопроцентный монархист. И он в 17-м году поддерживает Временное правительство. А потом выпускает в 17-м году быстренько брошюру, где приветствует Временное правительство и пишет о том, что старый строй рухнул, как карточный домик. То есть Пуришкевич становится революционером. Пуришкевич становится сторонником Временного правительства. Шульген тоже монархист. В 17-м году он, как вы знаете, едет принимать отречение Николая Второго вместе с Гучковым. Кстати, Гучков с ним очень плохо сочетался, потому что Гучкова ненавидел императрицу. Гучков всегда воспринимался как оппозиционер, а Шульген как раз воспринимался очень долго как монархист, и Николай Второй его принимал. То есть это действительно было странно, что такой человек вдруг едет принимать отречение. Ну и далее, если мы начнем перечислять видных монархистов, то они не просто отошли в тень, они приветствовали эти события. Лев Тихомиров монархист, автор знаменитой книги «Монархическая государственность». В 17-м году приветствует падение самодержавия. Жена позвонила ему по телефону и радостно кричала в трубку «Поздравляю с переворотом». После этого Лев Александров Тихомиров идет уже в милицию, которая заменила собой полицию, и дает подписку, что не будет выступать против новой власти. Михаил Осипович Менщиков один из известнейших публицистов монархической России, человек, который печатался в очень известной газете «Новое время», человек, статьи которого читал, между прочим, Николай II, человек, который очень неплохо зарабатывал. Давайте это тоже вспомним благодаря своей публицистике. В 17-м году он пишет после всех этих событий цикл статей, где приветствует революцию. И по сути пишет, что не мы изменили самодержавию, а самодержавие изменило нам. В какой-то степени эта позиция монархистов проистекала из того, что они не понимали логики монарха. И с одной стороны, не понимая этой логики, они были очень раздражены. Некоторые считали его либералом. Мы монархисты, настоящие, он либерал, значит, он не наш. Другие хотели, чтобы он был диктатором. Третьи, наоборот, хотели, чтобы он пошел на реформы какие-то. То есть, здесь в какой-то степени возникает ситуация, когда император перестает устраивать монархистов. Некоторые из них, как, например, тот же Порешкевич, они скорее сориентированы на реформы, на изменения. Другие, наоборот, считают, что монарх слишком уж много этих изменений и реформ допустил, и наоборот, нужен диктатор, нужен какой-то вождь, нужен цезарь. У правых сменяется монархизм цезаризмом. Они начинают искать вождя. У генералов то же самое, обратите внимание. Генералы в годы Первой мировой войны, в годы Великой войны, они почувствовали, осознали собственную значимость. И они тоже начинают искать вольно или невольно, явно или подспудно человека, который был бы из их среды, стал бы вождем, диктатором и повел бы их к победе. То есть здесь в обществе возникает запрос не на монарха, а на вождя. Я думаю, разницу между монархом и вождем объяснять не нужно. Здесь тоже нужно отметить, вот опять-таки вопрос возникает, почему временное правительство. У нас же ведь два отречения было. Сначала отрекается Николай Второй. Опять же нужно вспомнить Христа Матейна, в чью пользу он отрекся. Он отрекся в пользу Михаила. Это тоже, кстати, немаловажный момент. То есть Николай Второй не просто отдал власть кому-то, он передал ее Михаилу. Вот здесь тоже, мне кажется, не нужно это упускать, потому что передавая власть Михаилу, он не мог знать, что Михаил практически сразу тоже отречется. Он не мог это знать. А вот дальше мы видим нечто странное. Не с того, чтобы власть ушла от одного носителя к другому носителю, она уходит непонятно к кому. Если мы почитаем вот этот текст отречения Михаила, то там сказано, что он призывает всех подчиняться временному правительству по почине Государственной Думы возникшему. Почему оно временное? Потому что иначе возникает вопрос, а кто это правительство выбирал, назначал, откуда оно в общем-то появилось? И, кстати, вопрос этот не случайный. Один из вождей временного правительства, выступая на каком-то митинге, услышал этот вопрос буквально, кто вас выбирал? Он ответил как-то так высокопарно, нас выбирала революция. И действительно возникает вопрос, кто назначал этих людей? Все это происходит быстро, все это происходит, спешки. Естественно, эти все люди были одного круга. Обратите внимание, кроме Керенского там все либералы, люди достаточно давно знающие друг друга, и поэтому не случайно они, получив эту власть, не хотели ее отдавать. Это понятно. Другое дело, если они эту власть получили, то возникает вопрос, а что же вы ее узурпировали? И вот здесь появляется вот эта формула учредительного собрания. Идея учредительного собрания возникла тоже не в 17-м году, достаточно давно она существовала, но в 17-м году эта идея получила новое развитие. То есть необходимо провести выборы, провести выборы, выборы свободные, выборы демократические, и вот на этих выборах будут избраны представители, представители, которые войдут в это самое учредительное собрание. Учредительное собрание стоит нетхозяином земли русской, как это высокопарно называлось. И вот эти представители народа на собрании, они, собственно, решат вопрос о власти. Временное правительство, оно временное, потому что, когда рухнула старая власть, новая власть еще не появилась, то кто-то должен взять на себя этот крест, это бремя власти. Вот это берут на себя представители оппозиции, вчерашние оппозиционеры монарху. И они, взяв это на себя, под именем временного правительства, должны довести страну до учредительного собрания, которое, в общем-то, должно было рано или поздно быть созвано, но перед этим нужно было еще провести выборы. А вы знаете, что в молодости Александр Федорович играл в театре? Играл Христакова. Мне кажется, это очень много объясняет. И вообще Керенский, конечно, человек был театральный. Он очень хорошо понимал вот эту специфику революции. Согласитесь, если я вскочу на стол и начну читать лекцию, это вызовет удивление. Когда Керенский вскакивал на стол, когда он эмоционально обращался к толпе, когда он украшал свою речь постоянными цветистыми фразами, иногда весьма экзальтированными, это не казалось странным. Почему? революция – это время ораторов. А бывший адвокат, депутат Госдумы Керенский был очень хорошим оратором. И он совершенствовал свое мастерство. Поэтому, конечно же, он отвечал вот этому запросу. С одной запросу на человека, который может хорошо говорить, потому что люди после падения цензуры хотели все сразу и слушать, и говорить, и, в общем-то, хотелось и высказать все, что накопилось, а с другой стороны, услышать то, что скажут другие. Мы это все помним по перестройке. Все говорят, мало кто слушает. Кстати, это любопытно с точки зрения даже событий самой революции. Посмотрите, в Государственной Думе к Таврическому дворцу подходит толпа людей, в том числе вооруженных людей. Они начинают в Таврическом дворе сломиться, столкновения происходят с думской охраной, и потом их туда пускают. И вот в этом зале Таврического дворца, там на первом этаже, где колонны стоят, начинается непрерывный митинг. То, о чем очень хорошо написал Шульгин, который все это наблюдал, и который пришел в ужас от этой толпы. Толпы, где, по его мнению, было одно страшное жестокое лицо. То есть, это тоже важно. Если мы будем изучать революцию, не обращая внимания на психологию масс, не обращая внимания на специфику поведения больших групп людей, то мы, наверное, упустим несколько важных моментов. И вот Александр Федж Керенский, он это понимал. Посмотрите, даже с точки зрения его выступлений. По сути, это действительно формирование образа вождя, лидера. Не то, что у него были какие-то имиджмейкеры, сейчас все это есть, тогда он сам создает свой образ. Это и новая форма выступлений. Приехал на автомобиле, встал, выступает с автомобиля. Это постоянное подчеркивание его демократичности. Пожатие рук всем, кому ни попадя, открытое общение с массами. Кстати, здесь вспоминайте Михаила Сергеевича Горбачева. Начинается перестройка, город Ленинград, место центральное, насколько я помню, где-то в районе площади Восстания или Невского проспекта, нынешний рот, Горбачев выходит к людям. Где-то плачет ребенок, женщины начинают ему на что-то жаловаться, но само по себе это уже вызывает определенную реакцию. Вождь, глава государства, руководитель и так далее, вдруг взял и спустился к народу. Конечно, в той ситуации диктатура, видимо, была неизбежна. Вопрос стоял не о том, будет диктатура или не будет, вопрос стоял о том, чья диктатура будет. Альтернатива или Ленин, или Корнилов, ну или вариант, кстати, некоторыми рассматривался диктатура Керенского. Не случайно появляются карикатуры, в том числе в зарубежных зданиях, где Александр Федорович уже рисуется не таким демократом, который свой в доску, а рисуется новым Бонапартом. И бог с ними с карикатурами, но общество, в том числе общество образованное, ждет от Керенского именно бонапартийского курса. Ждет, что он станет вот таким вот вождем, диктатором в военном Френче, человеком, который наведет порядок. То есть здесь вопрос был не в том, будет диктатура или не будет, вопрос был в том, чья она будет. Здесь, опять-таки, с одной стороны и личные качества генерала Корнилова сказались, он слишком в чем-то доверял Керенскому, и с другой стороны двойственная политика самого Керенского, который, с одной стороны, дал генералу Карбланш, потом стал всячески чинить ему препятствия, и в результате подавить Корнилова помогли именно сторонники большевиков. Они понимали, Корнилов придет, всем будет плохо, оппозиции тогда не дадут жить. И вот в этой ситуации, обратите внимание, в какой-то момент интересы Керенского, для которого Корнилов вдруг стал мятежником, и интересы революционеров совпали. И для Керенского, и для революционеров Корнилов был опасен. И не случайно здесь они объединяются и делают все для того, чтобы задержать продвижение Корниловцев к Петрограду. Ну, а далее это уже подается как успех власти, но вместе с тем не забывайте начинать знаменитая большевизация Советов. Мы с вами сейчас опять вернемся к весне, мы вернемся к приезду Ленина в Петроград и вернемся к вот этим знаменитым событиям, когда Владимир Ильич вернулся в Россию, вернулся в Петроград и, соответственно, сразу вот это вот его знаменитое выступление с броневика, ставший харистоматийным. Кстати, очень много есть любопытных исследований всех этих событий, чуть ли не по часам даже пытаются их расписать, потому что есть разные версии, например, есть версия, что сначала Ленин, когда он приехал, сошел с поезда, выступил, встав на стол, там даже в одной из советских газет, в одном из советских изданий была фотография вот этого стола, с которого Ленин выступал, ну вопрос здесь спорный, другое дело, мы знаем, что за броневика он выступал точно, это исторический факт, хотя тоже потом целый спор шел, кто этот броневик достал, откуда он появился, кто там, соответственно, был водителем броневика и так далее, и так далее, но само по себе оригинально, согласитесь, вождь большевиков выступает с броневика, то есть опять же, революция в реме ораторов, вот сейчас странно, да, залезть там на памятник и начать выступать, или залезть там куда-нибудь встал на столб или на стол, да, в революцию это нормально, и далее, Ленин, пребывая в Петронград, соответственно, начинает собирать силы, начинает собирать силы, его знаменитые выступления, его апрельские тезисы, его воля политическая, его лидерство, потому что человек действительно был лидером и с самого начала дал понять, что он будет вести свою партию, вести он и будет к победе. И не случайно в данной ситуации именно большевики впоследствии стали вот этим вот тараном, который нанес удар по власти временного правительства. Ну, а далее, в общем-то, известные события, соответственно, большевистская агитация, балкон дома Кшесинской, выступления Ленина, все эти хрестоматийные, потом выступления, соответственно, летние в Петрограде, подавление этих летних выступлений, далее отъезд Ленина из Петрограда, его знаменитая фотография без бороды и без усов, зато в парике и, соответственно, в кепке, и потом возвращение Ленина уже осенью из Финляндии. Кстати, вы знаете, очень любопытно, что в тот период, когда Ленин, соответственно, исчезает из Петрограда, сбрил усы, сбрил бороду, сменил, соответственно, внешний вид, вот когда он исчез, как реагирует на это исчезновение пресса? А пресса реагирует примерно так, куда делся Ленин, вот он приехал, пропал, может быть, убежал к Вильгельму, может быть, торгует где-нибудь на рынке, переодевшись огурцами, может быть, еще куда-нибудь делся, то есть вот здесь вот очень любопытно, что пресса не воспринимала Ленина очень долго, пресса во время правительства, как серьезного противника. С одной стороны, да, его, конечно, опасались, но с другой стороны, создавался, опять же, негативный образ, такого смешного, слабого, акрикатуренного вождя. Почему это происходит? А вот посмотрите, к тому времени уже всем этим бесцензурным журналам надоело смеяться над Николаем, над Александрой Федоровной, над Распутиным, над царскими министрами. И эту тему обсмеяли, обхихикали, испошлили до последней степени как раз весной 1917 года. И тут появляется Ленин. И мы видим огромное количество рисунков, карикатур на Ленина. То есть можно сказать, что была даже организована целая вот такая вот кампания по созданию негативного образа уже Ленина. Потом Ленин исчез. Некоторое время пресса над этим смеялась, рисовали его лежащим где-нибудь под диваном, спрятавшимся, обнимающимся с Вильгельмом, к которому он вернулся, убывающим из России на поезде. Где-то тоже обсмеяли, а вот далее к осени кто становится предметом осмеяния для бесцензурной прессы? Керенский. Над властью тоже очень много, конечно, смеялись, и были карикатуры на Милюкова, когда он перестал быть министром, от него уплывал портфель министра на этом рисунке. Но к осени под прицел карикатуристов попадает Айсан Федорович. И мы его уже видим тоже как слабого политика. Вы знаете, что произошло, я думаю, мы еще очень долго будем изучать, потому что есть реальные события, есть мифологическая интерпретация этих событий. Причем мифологическая интерпретация есть как со знаком плюс, тот же Эйзенштейн создает свой миф, так и со знаком минус. Противники большевиков, они тоже создавали свой негативный миф об этих событиях. Но здесь важно обратить внимание на то, что это событие в Петрограде, оно прошло без боев, без огромного количества жертв, как это потом показывали в фильме, например, Ленин в октябре уже позднем, 37-го года. Это произошло так, что многие просто не заметили смены власти. Работали магазины, работали театры, люди, я думаю, где-нибудь прогуливались, ну, конечно, не на окраинах, где грабили, и было неспокойно, и в центре тоже было неспокойно, в районе землиного дворца. Но ведь, посмотрите, 93-й год осень, центр Москвы, танки стреляют по Дому Советов, идут бои, и в этот момент, вот, допустим, где-нибудь в другом районе Москвы люди совершенно спокойно учатся, работают, сидят в кафе. Петроград, 17-го года, в районе Зимнего дворца неспокойно, и тут же трамвайчики едут по мостику, тут же работают какие-то магазинчики, тут же люди строят план на будущее, парочки где-то прогуливаются. То есть, в этой ситуации, мне кажется, что в тот момент очень мало кто понимал, что действительно большевики берут власть в свои руки. Обратите внимание, большевики, они же учредительное собрание не отвергали, и более того, упрекали временное правительство в том, что оно не проводит выборы. То есть, получается, наобещали выборы, наобещали учредительное собрание, а что взамен? Взамен в сентябре Россия объявляется республикой. И когда Керенский объявил Россию республикой, то многие были возмущены. тот Шульгин даже был возмущен. Почему Александр Федорович в данной ситуации подменяет собой волю народа? Ведь народ может решить, что Россия будет не республикой, а все уже поздно. И, соответственно, в этой ситуации в какой-то степени выгодно было бить по этому больному месту, почему Временное правительство до сих пор не провело выборы, где же обещано учредительное собрание. С другой стороны, когда большевики взяли власть в свои руки, все проблемы, в том числе и те проблемы, за которые они упрекали Временное правительство, оказались уже их проблемами. И нужно было это решать. В том числе нужно было решать, что делать с учредительным собранием. Выборы провели, выборы прошли, конечно, не так, как это планировалось, потому что уже ситуация в стране была достаточно напряженная, невозможно было ни организовать, ни провести выборы на достойном уровне. Но вместе с тем они прошли и они показали значительное преимущество эсеров. Но вместе с тем и большевики тоже получили на этих выборах немало голосов. Почему? Потому что они сразу объявили о себе как о сторонниках заключения мира, о сторонниках проведения аграрной реформы. Вот эти вот декреты, декрет о мире, декрет о земле, там еще был декрет об отметке смертной казни, о чем тоже забывают. Но все эти декреты, они действительно отвечали чаянием народа. Что хотели люди? Люди хотели мира. До февральской революции еще можно было как-то объяснить, за что мы воюем. Когда происходит революция, когда пала монархия, многие солдаты, не мудрствуя, начинают сомневаться, а за что нам воевать, если войну объявляло правительство, которого больше нет? А сейчас, когда вот пришла новая власть, мы вроде бы воевать все равно продолжаем. Когда Милюков, кстати, как вы помните, пытался это дело каким-то образом обосновать, верностью союзникам и так далее, и так далее, то это породило во многом знаменитый апрельский кризис. То есть люди от войны устали. Если они так устали в апреле, то как же они устали к осени? Можем ли мы выйти на какой-то новый уровень без скачков, без потрясений, без революции? В какой степени это было возможно в 17-м году в феврале и в какой степени это было возможно в 17-м году в октябре? Мне кажется, точка невозврата она была пройдена раньше, не в октябре 17-го года, не в феврале 17-го года и может быть даже не в 14-м году. И вот здесь очень важно понять, когда пройдена вот эта точка невозврата, то есть когда страна начинает медленно сползать к потрясениям, к революциям, а потом и к войне. Если мы это поймем, мы можем не допустить прохождения этой точки. По сути, это напоминает некое такое скольжение в пропасть. Вот есть еще момент, когда можно удержаться на каком-то там выступе на какой-то скале. Есть момент, когда последняя опора рухнула, и значит, это все начинает сползать уже вниз совершенно неотвратимо. Нельзя изменить все одним днем, нельзя сразу изменить систему. Даже лошадь, если она бежит в одну сторону, нельзя остановить и заставить бежать в другую сторону. Автомобиль проходит тормозной путь. И в этой ситуации в какой-то степени, мне кажется, революция, это еще вот это желание, может быть, идущее из каких-то сказок, из мифов, что вот сейчас мы можем построить здесь некое лучшее будущее, все перевернуть, все изменить, сделать рай на земле. В какой-то степени это была надежда на то, что придет какой-то Иван-Царевич, не случайно здесь особая мифология связана с Ленином. Ленин там огромный, богатырь, суперчеловек и так далее. Почему? Потому что мы сами ничего не можем изменить, вот кто-то придет, вместо нас что-то все сделает. Это тоже, мне кажется, проблема. Слишком, знаете, сейчас пару слов скажу, мне кажется, слишком здесь негативную роль патернализм сыграл. Не верив в собственные силы и вместе с тем желание творить историю, и желание стать творцом этого будущего. Что мы можем? За нас все должны сделать другие. И с другой стороны, ну как же мы в стороне от этого процесса останемся? И, конечно же, здесь нельзя не сказать несколько слов о формировании вот как раз образа вождя. Посмотрите, Керенский такой не очень удачный образ вождя, потом, соответственно, Корнилов, потом Ленин. То есть, в какой-то степени эпоха, она становится эпохой вождей. Лидеров, Цезарей таких, да? Кстати, очень много в военной форме было претендентов на роль как раз Цезаря. Это не только Корнилов в данной ситуации. Посмотрите, во время гражданской войны сколько генералов, и, кстати, адмирал Колчака, можем вспомнить, претендовал на роль спасителя России. Поэтому здесь, конечно же, был, наверное, некий переход из одного исторического периода в новый исторический период. Но вместе с тем это не было осуществлением рая на земле, не было осуществлением надежд, чаяния, мечтаний, которые разом должны вдруг стать реальностью. И отсюда возникает, между прочим, разочарование. Мы поверили в революцию, очень часто потом писали, кстати, и Ленину, и другим большевикам, а вы нас обманули. Мы думали, что вы исполните все наши надежды, а вы на нас обрушились репрессиями. То есть, в какой-то степени люди ждали чуда. Люди ждали чуда, люди хотели этого чуда. Они устали от войны, они устали от огромного количества проблем. Но вспоминайте перестройку. Вспоминайте перестройку и те политические авансы, которые собрал Горбачев. Не только потому, что он в Ленинграде пошел общаться с народом напрямую, но и потому, что он обещал решить массу проблем. И вот политик, который обращается с людьми, затрагивает то, что их волнует, беспокоит, скребет по душе, вот этот политик имеет больше шансов быть востребованным, чем тот, кто будет создавать какие-то отличенные конструкции.